С возвращением! А я напоминаю, что как раз достало время для зрительского голосования. Слева звучит французский марш, а справа французский рэп, а значит пора определиться. Направляйте свои голоса прямо сейчас по поводу того, как вы хотите, чтобы прошел этот выпуск. Как связная история, или как набор бессвязных шуток, между которыми вставлены готовка и дегустация. Подсчет голосов ведется прямо сейчас, поэтому... Тут я вспомнил, что один профессиональный режиссер, Александр Михерев, сказал мне, что выглядеть достаточно органично, вот в таком задорном виде. У меня не хватает харизмы, поэтому успокоимся и не будем насиловать мертвого... Кто там вписывается в тему передачи? Котик? Ну, значит успокоимся и не будем насиловать мертвого котика. Эй, кастрированный, еще не значит мертвый! Кастрированный, еще не значит мертвый! Кстати, забавно пронаблюдать, как после слов об изнасиловании котика выглядит вставка котик каждую минуту. И вот, наконец, окончено голосование! Вы сделали свой выбор и победил вариант бессвязный бред! Ну что ж, начнем! Доктор, я... Я записывал выпуск, и... Надо было сказать про Михерева, а я забыл его отчество. Я просто сказал Александр Михерев, я забыл отчество Михерева, доктор. Доктор, азар? Сегодня мы будем готовить сырники. Понадобится нам для этого 300 граммов творога, 2 яйца, чуть-чуть соли, чуть-чуть соды, чуть-чуть ванилина, 2 столовых ложки сахара и ложка 2 муки. Чем меньше муки, тем вкуснее, но немножко добавить нужно. Также нам нужны будут масло и вода. Дорогие друзья, я готов объявить о первом туре супервикторины для зрителей дегустации рецептов от Томы. Сейчас будет озвучен список вопросов, правильно ответившие на которые попадет во второй тур. Итак, как психологически характеризует Евгения то, что в первом выпуске один из карманов его рубашки заснегнут, а другой расстегнут? Руке какого известного мастера 60-х годов 20-го века принадлежит эта статуэтка? Насколько действенны маркетинговые приемы во время рекламы куриных яиц? Перечислите их названия на австралийском английском. Чем объясняется юмор о пересвете, если пересвет все-таки есть на тарелке? Каков возвратный корень из числа, получаемого сложением номеров выпусков, в которых звучала «Гэнтэк маддэрфак» исполнитель «Лудакрис»? В чем прикол обоев из плакатов киндера? Косметикой какого известного бренда воспользовался Евгений в пятом выпуске? Кто режиссер телесериала, продемонстрированного в седьмом выпуске? Насколько могут привлечь автора за съемку двух почти стратегических объектов и одного религиозного на неподконтрольной властям территории? Простыня вместо скатерти, шику, божество или протест? Присылайте свои ответы вот сюда и удачи вам! Для того, чтобы приготовить сырники, полезно знать два секрета. И первый из них это использовать для смешивания толкушку для картошки, потому что в гранулы творога ложка не возьмет. Собственно, сейчас мы должны лишь смешать все подготовленные ранее ингредиенты, кроме воды и масла. А масло налить в сковородку, на которой будем наши сырники обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета. Второй же секрет состоит в том, чтобы перед каждым набором теста в ложку макать последнюю в стакан с водой. Тогда тесто от ложки будет легко отлепляться. Ваш друг не хочет слушать музыку, которая вам нравится? Ставьте ее в видео, которое он точно посмотрит. Здравствуйте. Эта передача необъяснима, но факт. Удивительно, как сильно бывают связаны между собой случайные вещи. Взять дегустацию рецептов от Томы. С виду все вполне безобидно. Если же выписать все продукты, задействованные в 10 выпуске, то становится ясно, что все было предопределено заранее. Каждый из прошлых выпусков содержит прямое указание на эти продукты. Первый выпуск. Рецепт был бы невозможен без соли. Второй – без муки. В третьем выпуске панакот огорчит из-за переизбытка ванилина. И это явно знак, ведь вы же не думали, что это реально просто косяк кулинара. Легко же, должно быть, ввести вас в заблуждение, если вы поверили, что акцент на ванилине был случайностью. Сода в четвертом выпуске, масло в пятом, сахар в шестом. Масштаб совпадений шокирует, не правда ли? Седьмой выпуск включает нам на фоне трек в стиле регги. А что это, если не прямой намек на творог? Ну и, естественно, феерические акценты на воде в выпуске восемь и на яйцах в выпуске девять. Вы все еще не верите в теорию заговора? В наши дни миллионы людей испытывают дискомфорт с наклейками на лбах. Наш долг – помочь им. Тому можно узнавать по синей футболке с воротничком, а Соболя – по черной кофте с капюшоном. Вместе мы сможем помочь им избавиться. Тебя слишком много. Умри! А кто ты вообще такой? Я Симон. И вы обо мне еще услышите. Ну и, может ли хоть один выпуск дегустации рецептов от Томы обойтись без вот такой стандартной дегустации? Ну конечно же! Нет. И вот поэтому сейчас сырники пожалуют сюда. Но прежде я хочу рассказать, что... Я должен признаться, я ужасный повар и ужасный оператор. На этот раз это проявилось просто очень хорошо, очень явно. Первые сырники, они получались какие-то жидкие. Ну, то есть... Ну, то есть вот они. Первая партия, она представляет собой что-то типа толстых блинчиков. Они... Они совсем мягкие. Я не думаю, что так должны выглядеть сырники. Я подумал, может быть, следует внести какие-то поправки в рецепт. Я пахнул муки. Но тогда все превратилось просто в разнородные комочки типа гранул. Тогда я пахнул еще одно яйцо. Из того, что получилось, я сделал еще сырники. Они выглядят вот так. Они уже, ну, более плотные. И вообще выглядят лучше. Только они сгорели. Потому что у меня разрядилась камера в самый ответственный момент. И пока я менял аккумулятор, они сгорели. Ну, не все, но некоторые просто чернющие. Вот так вот. Более того, когда я просто хотел поставить воду на чай, Ну, собственно, чай готов. Я разлил ее к чертям! Как можно было пролить воду? Просто обычную воду. Я не смог налить даже воду обычную. Я наливаю ее нормально. Но сегодня какое-то проклятие просто меня преследует. Я не знаю, может, это связано с тем, что выпуск 10-й юбилейный. И типа, ну, если ты замахнулся на число, которое больше 9-ти, то тебя будут преследовать неудачи всю твою жизнь. Я не знаю, я сейчас... К счастью, к счастью, я вернулся к истокам. Я вспомнил ту деталь, которая делала все лучше в первом выпуске и в третьем. И чтобы компенсировать свои неудачи сырниками, конечно же я обратился к опыту украшения блюд клубникой. А посему сейчас дегустация продолжится уже в новом воплощении. Итак, клубничка. Раз. Становись сюда. Клубничка, два. Клубничка, три. И еще клубничка. Прекрасно. По-моему, прекрасно. 10 из 10 по сравнению с пятерочкой, которая была до этого. Конечно же, речь идет только о внешнем виде. Я ведь еще ничего не пробовал. Ну, ладно, с чего начать, я не знаю. Наверное, я начну с вот этого жидкого сырника. Нет, он совсем жидкий. И он жирный при этом. Он, ну, весь пропитан маслом. Это же отвратительно. Ну, я даже не знаю. Это что-то типа оладика получилось, но пожиже. Нет, к самому вкусу претензий никаких вообще. Хорошо, допустим. Теперь сравню его с хорошими сырниками. Хорошие сырники лучше. Сейчас съем целиком вот этот большой. Интересно, что было бы, если бы клубника была добавлена прямо внутрь в виде целых кусочков. Возможно, получилось бы неплохо. Можно будет попробовать однажды. Ну, да, кстати, по поводу попробовать однажды. Сырники, вот если говорить об этих, которые получше, а не об этих, которые похуже. Ну, это не полный восторг, не лютый, как в случае с квашеной тушеной капустой. Но это твердая четверка. Хорошее блюдо, готовьте его всегда. Ешьте его, угощайте своих родных и близких. Не забывайте поститься, я не знаю. Чаечек отличный, чаечек 10 из 10 просто. Я сейчас сказал, по сути, что чай лучше, чем сырники. Нет, 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 чай, чай это чай. А сырники это классно, да, правда. Сырники это здорово. Вот эти сырники. Эти не трогайте, я их даже уберу. Я не знаю. Это настолько стыдно. Я даже, я придумал, что я сделаю. Я просто замаскирую клубника. Я сделаю вид, что это такая не форма подачи сырников, которые украшены клубникой, а форма подачи клубники, которая украшена специально неудачными сырниками. Ну, знаете, так же делают всегда. Специально делают неудачные сырники, чтобы подать клубнику красиво к столу. Ну, не знаю, меня в училище 46 этому учили. Я не знаю, как вас. Гуманитарии, чертовы. Гуманитарии. Так, окей. Шутка затянулась просто потому, что у меня слишком много клубники, но надо же завести до конца. Я даже кашляю. Я уже начинаю постепенно отходить в мир иной, очевидно. Потому что... Потому что я зашел в своей фразе в тупик и не знаю, как ее закончить. Давайте я брошу салфетку в камеру. Попаду ли я прямо в объектив? Нет, не попал. Ну, anyway. Сырником я ставлю... Без учета моих неудачных... Ну, того, что они сгорели. Без учета этого я ставлю им 8 из 10. Это годное блюдо. Оно достойно того, чтобы... Я приготовил ее... Чтобы я приготовил его однажды вновь. Надену очки, я не знаю. Я просто забыл, что там дальше по сценарию. И чем, следовательно, я должен закончить вот эту... Свою речь. Давайте я просто встану и выключу камеру. Типа, ну, такая... Ой, я стол пошатал. Черепашки-диндзя. Друзья, у меня для вас объявление. Дело в том, что, начиная с 11-го выпуска о дегустации рецептов от Тома, я хочу внедрить сквозной сюжет. Персонажами будут Евгений, Исаак, Агент, Тома и прочее. К вам я обращаюсь с предложением помочь мне с сюжетом. Я буду рад выслушать как предложение относительно точечных моментов, так и полный сценарий на 10 выпусков вперед. Отправная точка это то, чем закончился 9 выпуск. При этом в нем отвлеченных вставок не было, но в дальнейшем в рамках сквозного сюжета их никто не отменяет. Буду рад выслушать ваше предложение, пишите мне. Вот он, вот он мой укропчик подрастает. Совсем скоро наступит момент возмездия. Наступит момент, когда я возражу рецепт молодой картошки с укропом. Канабич, о Канабич, мы фауанта Канабич. Плесе, дай мне, что случилось с тем, что вы делали. Канабич, о Канабич, вы из Лос-Анджелес, Нью-Йорк, или просто генитар, из Канада, о Канабич. Канабич, о Канабич, о Канабич.